Добрый день, точнее добрый вечер, время пол шестого, сегодня 11 декабря 2015 год, решил приготовить жульен. Тут у меня уже стоит масло греется для нашего мяска, не с курицей жульен, а со свинином будет. Вот, грибы, лук, что тут? Сыр, соль, молоко, сметана и сама приправа. Все, что мне нужно для приготовления. Стоит кастрюлька там, поставил варить картошку, будет толченая картошка. Так, сейчас первым делом обжарим мяско. Мяско обжарим, потом слегка поварим и потом потушим с грибочками и луком. Мяско нарезал полосочками такими, можно покрупнее, можно поменьше, можно кубиками, но я полосочками нарезал. Закинул в казанчик, сейчас я его обжарю, потом буду немного варить. Пока наш мяско жарится, обжаривается, тушится, грибочки еще не закинул, сделал соус, вернее, начал его делать. Для рецепта вообще-то нужны были сливки, но вот так как сливок у меня нет, я воспользовался сметаной и молоком. Все это тщательно размешал, сейчас туда добавлю бумаги, вот такую купил, домашняя приправа. Нежная. Ну, в принципе, есть специальные такие пакетики, где уже жульен готов. В общем, все это я сюда сейчас высыплю, размешаю и поставлю минут на пять. Минут на пять на одну, чтобы все-то закипело. Получилась однородная масса, которую мы заправим в нашу начинку. Соус я размешал, чтобы не было комочков, тут плавает приправа, зелень, лук, чеснок, все про все. Поставил на медленный огонек, сейчас буду в течение пяти, максимум десять минут варить. Доведу до кипения, помешиваю и после добавлю в жаркое, так скажем, из мяска грибов. Наше мяско еще пока кипит. Сейчас проверим. Да, точно. В собственном соку варится. Сейчас я его чуть-чуть еще зажарю. Немного поварю. Потом водичка выкидет. Добавлю лук. И грибочки. Наше мяско добавил немного воды из чайника. Сейчас оно закипело. Помешиваю. И также помешиваю соус. Он такой становится густой. Его надо непрерывно помешивать в течение пяти минут, пока не закипит. Пять-десять минут. Получается примерно где-то грамм. Четыреста, пятьдесят. Пятьсот миллилитров соуса. Соус наш приготовился и стал густым. Закипел. Вот такой вот консистенции. Такой желтенький. Прикольный. Соус мы приготовили. Осталось приготовить только мяско. Грибочки, лук. И закончить всю эту фазу в духовочке. Солька нам пригодилась. Чуть-чуть я слегка подсолил. Мяско. На всякий пожарный. Хотя соус, в принципе, и так соленый. Пересоленый. Водичка наша в мясе вытепила. Я добавил лучок. Сейчас все это обшарю. Чтобы лучок стал золотистый и прозрачный. И добавлю туда чемпиньончик. Тем временем я приготовил такой вот разносик, в котором все это выложил. И буду запекать в духовочке. А также нашу пирожку уже готово. Уже сварилась. Пучок с мясом уже готов. Сейчас я добавлю сюда шампиньончики. Буду обжаривать. Они дадут сок. Блин, одной рукой неудобно. Они дадут сок. И буду их дальше выпущивать. Помешал шампиньоны с мясом с луком. И пусть теперь они тушатся. Грибочки дали сок. И уменьшились в объеме. Сейчас еще минут 10-15. Потушатся. Добавили соус. В грибочки с мясом с луком добавил наш соус. Сейчас я его размешаю хорошо. Минут 5 покипит. И разложу все на противень. Противень я уже приготовил. И сыр тоже готов. Духовка почти включена. Помешал соус. Размешал его с грибами и мясом. Такое интересное получилось. Вообще делаю первый раз. Видел, как делают многие. Ну, многие используют пакетики специальные. Там маги. Для жульена просто добавляют все. Единственное, что для соуса. Приобрел обычный пакетик маги. С домашними приправами. Под названием нежные. Там была золотистая. Ну, это обычная нежная. В принципе, до золотистого. И дела никакого нет. Вот она у меня кипит. Еще минут 5. Я помешиваю. И потом можно выкладывать. Основа для жульена уже готова. Я выложил ее на противень. Сейчас посыплю сыром. И отправлю в духовку. Посыпал сверху сырок. И сейчас все это я отправлю в духовку минут на 15. Пока не возьмется золотистая корочка. Думаю, что вкусно. Нашу духовку мы разогрели до 180 градусов. Поставили наш жульенчик. Минут через 15 он уже будет готов. Так что можно кушать. Прошло 15 минут. В итоге у меня получилась такая вот штучка. Под названием жульен. Вкусно пахнет. Сейчас мы ее попробуем. Ну, вот то, что у меня получилось. В принципе, чуть-чуть попробовал. Очень вкусно. Красота. Среди бегущих первых нет, отстающих. Чуть-чуть получился жидковатый. Потому что я, видимо, переборщил с молочком. Или же не дождался, пока выкипит вся водичка из грибов. А так, кушать можно. Все. Всем приятного аппетита. Спасибо, что меня смотрите. Главное, не болейте. Всем удачи. Спасибо.